МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Новый год принес россиянам много нового. В очередной раз увеличился размер минимальной заработной платы, вырастут зарплаты бюджетников, пожилым россиянам проиндексируют пенсии. И много нового в трудовом законодательстве. Об этом подробно поговорим сегодня в программе «Через край». Сегодня на сайте kuban24.tv проходит голосование в течение всего дня. Я думаю, что телезрители, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире, к нему присоединятся. А вопрос мы предложили ответить на вот какой вопрос. Для вас важны изменения в трудовом законодательстве. И вот варианты ответов. Да, надо знать свои права. Нет, все зависит от работодателя. Мне все равно. Главное, чтобы зарплату не задерживали. Пожалуйста, присоединяйтесь к голосованию. Звоните нам по телефону 274-11-14. Мы будем рады услышать ваше мнение, ваши вопросы по обсуждаемой сегодня теме. Пишите также в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке. И еще мы предлагаем вам выступить инициатором какой-либо темы, актуальной, интересной на ваш взгляд. И вполне возможно, что эта тема станет главной в одной из программ «Через край». Пожалуйста, предлагайте тему. Итак, мы начинаем. Я сейчас представлю с огромным удовольствием гостей студии. К нам сегодня пришли Наталья Дмитриевна Федаш, начальник отдела трудовых отношений и социальных гарантий Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Спасибо большое. Анна Николаевна Каханчук, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю. Алена Владимировна Монохина, маркетолог рекрутингового интернет-портала Headhunter. Добрый вечер, спасибо большое. Татьяна Евгеньевна Кочесонова, начальник отдела финансирования социальной сферы Министерства финансов Краснодарского края. Ну, давайте начнем, собственно говоря, с самого главного, самого важного, то есть заработной платы. В каких сферах... Давайте так, Алена Владимировна, я знаю, что ваш интернет-портал составил рейтинг заработной платы по регионам Российской Федерации. Расскажите о том, как составлялся этот рейтинг. Самое главное, где в этом рейтинге, на каком месте находится Краснодарский край, кто в лидерах и так далее. Ну, сперва я хочу отметить, что подобный рейтинг службы исследований портала Headhunter был составлен впервые. То есть, каким образом это происходило? На протяжении всего года собирались данные работодателей, участвовали в этом более 700 работодателей. Это была не просто аналитика сайта, да, то есть мы взяли и учли размещенные работные предложения и сделали какую-то выборку. Нет, проходило прямое анкетирование работодателей. И при этом учитывались сотрудники уровня специалистов, ведущих специалистов. То есть, это те должности, которые не подразумевают под собой прямых подчиненных, тем не менее, несут определенную значимость для деятельности компании. Таким образом, если мы берем рейтинг по регионам, то, естественно, первую и вторую строчку занимает Московская область, это Ленинград, Санкт-Петербург, да, и область третью, Дальневосточный регион, Краснодар в списке, Краснодарский край на восьмом месте. И средняя заработная плата составляет 35 тысяч по краю. Что касается рейтинга именно городов-миллионников, здесь также на первой строчке, естественно, Москва, вторая строчка Санкт-Петербург, Владивосток на третьем месте, Краснодар на одиннадцатом. И средняя заработная плата, о которой здесь мы говорим, это 37 тысяч 600 рублей. Сразу хочу отметить, что это заработная плата без вычета подоходного налога. И при этом учитывались еще и бонусы и премии, полученные специалистами за весь год и по итогам года в том числе. То есть мы можем говорить о том, что уровень зарплаты в Краснодаре примерно в половину меньше московского уровня, да, но не стоит забывать, что, конечно, именно в Москве у нас сосредоточены основные крупные, как и зарубежные компании, их офисы, так и российские. Поэтому с Москвой мы себя сравнивать не можем. Что касается, допустим, того, почему Владивосток оказался на третьем месте, да, здесь не стоит забывать, что в таких отдаленных городах зарплатный коэффициент повышенный в силу того, что там, ну, можем сказать, более суровые условия жизни, плюс цены как на продукты, так и на услуги и на все остальное гораздо выше. Ну, даже не крайний север, скажем, вот что интересно. Нет, не крайний север, но тем не менее. Ну, собственно, хорошо, это уж тема другой передачи. А еще, скажите, не проводились ли исследования по поводу самых высокооплачиваемых, это уже мы говорим о территории Краснодарского края, о нашем регионе, самые высокооплачиваемые профессии, ну и профессии, которые здесь вот в этом рейтинге аутсайдеры. Ну, мы можем сказать, что на данный момент именно по итогам года результатов такого исследования еще нет, но в принципе в динамике мы постоянно видим, да, какие профессии пользуются наибольшим спросом. Естественно, здесь в лидерах эта сфера IT, потому что всеобщая компьютеризация, программирование, разработка, все это идет вперед. Здесь уже, наверное, каждый специалист должен быть немного IT-шником и как-то соответствовать этой сфере, идти ногу со временем. Соответственно, профессионал, который помимо своих прямых обязанностей еще и знает, как свою деятельность оптимизировать, может быть, дать больший результат с участием каких-то компьютерных новых программ, он получает больше денег. Здесь более правильно, наверное, в ситуации на современном рынке говорить не о конкретных каких-то сферах, где более высокооплачиваемые специалисты. Мы сейчас можем говорить о том, что просто ценятся профессионалы, потому что вот ситуация на современном рынке труда такова, что в силу демографической ямы, которая была в 90-е годы, пробелов образования и соискателей, в каждой сфере идет нехватка именно профессионалов, которые обладали бы как знаниями необходимыми для своей работы, так и опытом достаточным. Поэтому тенденция такова, что каждый работодатель ценит прежде всего профессионала. И если вы соответствуете всем этим критериям, работодатель действительно заинтересованный в том, чтобы его деятельность, его компания давала максимальные результаты, он будет вас оценивать по достоинству. Ну и собственно, я хотел бы перейти к теме минимального размера оплаты труда. Как это очередное повышение в Российской Федерации, как это выглядит в цифрах и, собственно говоря, расскажите, поясните в этой части. Значит, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации увеличился и составил 9489 рублей. По сравнению с предыдущим повышением, прибавка весомая, на наш взгляд. Если раньше МРОД составлял 7800 рублей, то сейчас он составляет более 9000 рублей. И это для граждан должно быть ощутимо. Также меняются размеры пособий по нетрудоспособности, по беременности родом для тех, кто не имеет среднего заработка в расчетном периоде. То есть, ну как бы, все-таки происходит поэтапное доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, что очень важно. Но существует ведь еще и краевой минимальный размер оплаты труда. Мы сейчас говорим о федеральном. Да, это федеральный, но у нас в Краснодарском крае с 2008 года минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного. И он у нас составляет 11141 рубль. И еще я знаю о том, что увеличится или уже увеличилась зарплата работников бюджетной сферы. Правильно я понимаю? На сколько процентов она увеличилась и у кого она конкретно стала больше? Это, наверное, вопрос к министерству финансов в большей степени. С 1 января 2018 года повышается заработная плата всех категорий работников бюджетной сферы. По отдельным категориям работников учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания уровень заработной платы будет обеспечен в размере 100% от средней зарплаты по региону. По врачам будет обеспечен уровень зарплаты в размере 200%. За целевой показатель мы принимаем среднюю заработную плату наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. По данным предварительным министерства экономики в текущем году заработная плата составит 28 155 рублей. Соответственно, повысится зарплата у педагогов, у работников культуры, у социальных работников и у среднего и младшего медперсонала в среднем по региону до 28 155 рублей. По врачам она в среднем составит 56 310 рублей. Скажите, как эти цифры развивались в динамике в предыдущие годы? Можете привести какие-то, чтобы мы понимали тенденции? Повышение заработной платы в соответствии с указами президента осуществляется у нас с 2013 года. Соответственно, приняты дорожные карты по поэтапному повышению зарплаты. Следует отметить, что по педагогам общего образования заработная плата уже в 2013 году обеспечена в размере 100% к средней зарплате по региону. По остальным работникам шло поэтапно. Если в 2017 году у нас получается по социальным работникам необходимо было обеспечить уровень 80% к средней зарплате. По работникам учреждений культуры необходимо было достигнуть 90%, по педагогам 100%, по врачам 180%. То есть, каждая категория был свой уровень, поэтапно повышались. В этом году уже, получается, все должны достигнуть 100%, а по врачам 200%. Анна Николаевна, для пенсионеров всегда актуален вопрос индексации пенсий. Как ответ звучит в 2018 году на этот вопрос? С 1 января 2018 года страховые пенсии были проиндексированы на 3,7%. Мы уже произвели этот перерасчет, и в январе месяце уже пенсионеры получили пенсию в повышенном размере. Обращу внимание, что это коснулось только получателей страховых пенсий, получателей социальных пенсий. Этот перерасчет коснется индексации с 1 апреля 2018 года. Новшество. В прошлые годы индексация пенсий производилась с 1 февраля с учетом инфляции. В этом году, в 2018, мы проиндексировали пенсии с 1 января 2018 года. Вот я читаю, готовясь к передаче в прессе о том, что ожидается уже в наступившем году разработать новая система пенсионных накоплений. Это что за новая система? Это не касается получателей пенсии. Я не могу вам сейчас прокомментировать, про что это у вас вопрос. Пенсионные накопления. А вот скажите, пожалуйста, есть такая категория пенсии для подкидышей? Там каким-то образом это отдельно... Ну, раньше в законе был пробел. Пенсия у нас, есть такой вид пенсии, как пенсия по случаю потери кормильца. То есть, а у детей, у которых родителей не было, то есть у них в свидетельстве о рождении стоял прочерк, они, соответственно, не попадали под данную категорию. И вот этот пробел в законодательстве, он был устранен. То есть, если ребенок подкидыш, у него в свидетельстве о рождении стоит прочерк, графе мать и отец, то, соответственно, они с 1 января 2018 года тоже приобрели право на пенсию по случаю потери кормильца. У нас на территории края таких детей 156, поэтому мы их знаем уже, как бы мы собирали информацию совместно с Министерством социальной защиты населения, с детскими домами. То есть, мы установили, выявили этих детей всех и, соответственно, уже они подали заявление о назначении пенсии, но это, соответственно, если не сам ребенок, это их опекуны и так далее. И с 1 января 2018 года в данной категории детей тоже будет установлена пенсия. А вот такая категория, как инвалиды, пенсия по инвалидности, там как выглядит? Пенсия по инвалидности, это тоже, они относятся к разряду страховых пенсий, о чем я сказала, то они были проиндексированы на 3,7%. С 1 февраля получателям ежемесячной денежной выплаты тоже будет проведена индексация этих выплат. Но здесь нельзя говорить, что она коснется только инвалидам. Ежемесячная денежная выплата – это и участникам войны, ветеранам боевых действий, в дом. То есть, там категория широкая, и в эту категорию попадают инвалиды. Ну вот, Светлана Викторовна Бессараб сейчас вышла на связь со студией. Светлана Викторовна – депутат Государственной Думы от Краснодарского края. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Здравствуйте. Что касается, мы сегодня обсуждали в том числе и минимальный размер оплаты труда, который в этом году повысился. Как шла эта работа? И, насколько я понимаю, это не только, собственно говоря, экономическая составляющая, но и политическая. Насколько важным для вас стало это повышение? Безусловно, важным. Дело в том, что профсоюзы занимаются этим с начала 2000-х годов. И пока нас не услышал президент, ну, многие партии, скажем так, нам говорили о том, что несвоевременно. Минфин нам отвечал, что нет средств. Мы же понимаем, что как только президент дал поручение, средства сразу нашлись. И сегодня уже самые низкооплачиваемые работники России получают соответствующий, достойный уровень заработной платы. Это, конечно, не все, что мы хотели. Необходимо рассматривать вопрос как можно быстрее. Президент об этом сказал. С 1 мая уже будет второе повышение. Вот в этом случае мы хотя бы перестанем говорить о нищих работающих. Потому что, конечно, если человек работает, отрабатывает полную норму рабочего времени, он не должен получать заработную плату ниже величины прожиточного минимума. Но, что касается Краснодарского края, у нас с 2008 года действует соглашение о минимальном размере оплаты труда. А в той части, что он не должен быть ниже величины прожиточного минимума. И поэтому с этого года мы тоже будем оплачивать нашим работникам минимальный размер оплаты труда в размере величины прожиточного минимума. Сегодня он 1141 рубль. 11 тысячи, пожалуйста. 141 рубль на территории Краснодарского края. Это, конечно, значительно выше, даже сегодня значительно выше, чем 85% от МРОД, которые начнут получать работающие в других регионах. Спасибо. Спасибо, Светлана Викторовна, за этот комментарий. Светлана Бессараб, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Краснодарского края, была с нами на связи. По обсуждаемой теме высказались краснодарцы, кстати говоря. И нам любопытно сейчас услышать, что они думают на этот счет. Давайте посмотрим. Да, у меня замечательная работа. Да, абсолютно все. Нет. А что вы собираетесь с этим делать? Пускай другую. В моей работе все устраивает. А я пенсионерка. Поэтому меня тоже все устраивает. Сегодняшний день абсолютно безработный человек. Иду на собеседование. Там, где я сейчас работаю, мне не платят белую зарплату. Мне платят черную. Ну, конечно, нельзя сказать, что она меня полностью устраивает, что это вверх, там, левел самый последний. Но все зависит от тебя. Вполне устраивает. А может быть, хотелось бы что-то изменить, улучшить? Побольше клиентов, и все будет классно. В моем профиле увеличится объем производства. Ставить график так, как тебе удобно, это для меня очень важно. Устраивает. Я люблю свою работу, ребята. Спасибо. Очень. Определяющих нет условий труда для меня. То есть я буду сам определять и выбирать для себя условия труда, которые считаю нужными. Россия – великая страна. Почему? Почему страна возможностей? Потому что сейчас любой парень может пойти сделать себе ИП, открыть свое дело, купить франшизу, взять кредит. Что у тебя страна возможностей? Ну, просто многие люди не пользуются ими. Ну, вот я хочу там сказать, если меня кто-то увидит, услышит, ребята, пользуйтесь возможностями. Они вокруг, они здесь и сейчас, они везде. Ну, я так полагаю, что те, кто ищет работу, пользуются и используют возможность побывать на вашем сайте, Алена Григорьевна. Вот расскажите об этом направлении работы. Много ли желающих найти работу обращаются к вам? Я бы сказала, чтобы найти работу, нужно побывать на нашем сайте, да, потому что на самом деле ушло в прошлое то время, когда мы приходили просто, да, на работу по знакомству. Как-то еще сейчас все компании, особенно компании крупные, ведущие, ищут сотрудников через интернет. Ты просто регистрируешь там и заполняешь резюме. То есть тебе предлагают абсолютно доступную форму, где ты пишешь о своей деятельности, четко описываешь опыт работы, перечисляешь качества. Но здесь важны не столько, допустим, личностные какие-то качества. То есть мало просто указать, что я там доброжелательный, пунктуальный человек. Здесь, особенно сейчас, в условиях жесткой конкуренции на рынке труда, важно подчеркнуть именно то, чем ты будешь полезен на этой работе. То есть работодатель прежде всего на это обратит внимание, почему сейчас у нас в России становится достаточно популярна практика сопроводительных писем. То есть некоторые вакансии, особенно которые размещают компании с офисами по всей России или даже международного, да, направления какого-то, они пишут даже вместе с резюме отправлять сопроводительное письмо. Что мы обычно пишем в сопроводительном письме? То есть я хочу работать в вашей компании потому-то, потому-то. И я там принесу этой компании то-то, то-то. У меня там есть какие-то идеи, планы, что-то еще. То есть и когда сейчас я хочу заметить, что на какие-то ключевые позиции крупных компаний, откликов, вот таких резюме, то есть работодатель размещает вакансию и в автоматическом режиме уже на портале получает отклики от соискателей. То есть если я делаю запрос, что я ищу вакансию, да, место работы, как специалист по сервису, ну, по обзвону, да, почему угодно, мне, соответственно, сайт выдает размещенные вакансии. И я откликаюсь на какие-то из них. Работодатель видит, что столько-то человек откликнулись на определенную вакансию. И вот количество этих откликов на ключевые позиции может доходить до 800, до 1000. На самом деле, если это тот работодатель, который предлагает достойную оплату труда, какие-то, помимо этого, бонусы. Сейчас ключевые компании, они научились достаточно хорошо удерживать сотрудников, которые дают им результат. То есть здесь уже больше ставку делают не на то, чтобы сотрудник работал за зарплату, а развивают в команде корпоративный дух, дают какие-то дополнительные преимущества, начиная от корпоративов, которые поддерживают именно сплоченность в команде, и заканчивая дополнительным медицинским страхованием, чем-то еще, какими-то возможностями. И то есть человек уже работает не просто за деньги, а еще есть дополнительные факторы, которые мало того, что мотивируют его на полную отдачу, но и заставляют удерживать себя на этой же позиции и не искать другого. То есть если человек полностью удовлетворен своей работой и имеет достойную оплату труда, естественно, он никуда не пойдет. И вот вернусь опять же к практике сопроводительных писем. Мы рекомендуем настоятельно их писать, рекомендуем, потому что таким образом можно выделиться из вот той массы огромного количества откликов. И тенденция такова, что почему мы прикрепляем даже сейчас фотографию к резюме, уже таким образом HR, то есть специалист по подбору персонала, он уже устанавливает как бы визуальный контакт с человеком. Пусть он его не видит вживую, тем не менее он уже имеет о нем представление. Опять же, если ваше резюме без фотографии вас отодвинут уже на последнюю позицию. То есть для того, чтобы на вас обратили внимание, вы должны заполнить все пункты максимально полно. Не должно быть каких-то пробелов. Допустим, в силу того, что вы меняли место жительства, и получается в вашей трудовой деятельности есть какой-то пробел, неважно, месяц это или полгода, вы лучше напишите, что в такой-то период я переезжал с Урала куда-то в Краснодар, чтобы у менеджера по персоналу не возникло вот этих лишних вопросов. Ваше резюме не должно их просто вызвать, чтобы в вашей кандидатуре не сомневались, все должно быть описано максимально полно. И это касается не только обращений на ваш портал. В общем-то, речь идет о любых ресурсах, когда человек хочет найти работу. О трудовых нюансах мы сегодня говорим. В этой части программы речь шла об изменениях в трудовом законодательстве, в пенсионном обеспечении. И мы этот разговор продолжим уже в ином ключе, сразу после небольшого блока рекламы. Это программа «Через край». Мы сегодня говорим о нововведениях в трудовом законодательстве в основном. Ну, не только. Давайте продолжим этот разговор. Сейчас к нам присоединились Евгения Бромберг, адвокат. Спасибо большое за визит в студию. Мурат Дударев, заместитель председателя Красноярского краевого отделения «Опора России», член общественной палаты Красноярского края. Ну, вот давайте все-таки мы продолжим разговор, то, что касается пенсии. Меня всегда волновала тема начисления баллов для выхода на пенсию. Как эти баллы считаются? Что вот расскажите об этом механизме, я думаю, любопытно всем. Ну, во всяком случае, может, уже многие знают, я – нет. С 2015 года у нас изменились правила выхода на пенсию, страховую пенсию. До 2015 года для того, чтобы приобрести право на пенсию женщине в 55 лет, а мужчине в 60, достаточно было иметь всего лишь 5 лет страхового стажа. Страховой стаж – это тот стаж, за который уплачивали страховые взносы в пенсионный фонд. Этого было достаточно. То есть люди могли претендовать, в том числе, так скажем, на пенсию, которая бы у нас доплачивалась до прожиточного минимума. С 2015 года этот механизм изменился. И для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов пенсионных. Баллов? Что это за баллов? Ну, это отношения заработной платы, которые вы получаете из страховых взносов, которые выплачивает за вас работодатель в пенсионный фонд. Соответственно, они переводятся в баллы. Это берется заработная плата средняя, делится и так далее. Там есть механизм. Для того, чтобы узнать, какое количество баллов вы заработали, то есть у вас должно быть первая белая зарплата. Вот там в сюжете женщина говорила, я работаю, но я получаю серую зарплату. То есть если вы работаете и получаете серую зарплату, и за вас работодатель не платит страховых взносов, значит вы за этот год не заработали ни одного балла. И, соответственно, это у вас не страховой стаж. Вот для того, чтобы, и я хотела сказать, что с 2015 года этот закон вступил в силу, и начинается поэтапное повышение страхового. То есть не сразу вот законодатель сказал, что вот все, с 2015 года у вас должно быть 15 лет стажа и 30 баллов. А как бы у нас сейчас с вами идет переходный период. Для того, чтобы уйти на пенсию, например, в 2015 году необходимо было иметь 6 лет страхового стажа и 6,6 балла. Баллы каждый год, стаж повышается на 1 год, а баллы, соответственно, увеличиваются на 2,4. Вот для того, чтобы уйти на пенсию в 2018 году, женщинам и мужчинам необходимо иметь 9 лет страхового стажа и 13,8 балла. То есть, соответственно, от заработной платы, которую получают от тех страховых взносов, которые уплачиваются в пенсионный фонд, будет зависеть, какое количество баллов вы можете заработать. Максимальное количество баллов в законе оговорено за год можно заработать не более 10. Он тоже там постепенно повышается. Вот если мы говорили минимальная заработная плата, если человек работает и получает, например, 10 тысяч рублей, то, соответственно, за год он может заработать где-то 1 балл. Для того, чтобы ему получить 30 вот этих баллов при такой заработной плате, значит, он должен отработать не менее 30 лет. Если же средняя заработная плата там в размере 30 тысяч рублей, то, соответственно, необходимые 30 баллов можно заработать за, допустим, 7 лет или за 8 лет. То есть вот тут все зависит от того, какая у вас заработная плата и какие страховые взносы уплачиваются в пенсионный фонд. – Надежда Васильевна из Адлера нам дозвонилась. Видимо, хочет задать либо какой-то вопрос, либо какая-то есть информация. Надежда Васильевна, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. – Да, здравствуйте. – Слушаем вас. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я вот хотела бы спросить у вас, пожалуйста, скажите, какой у нас прожиточный минимум у нас пенсионеров? Вот у меня лично. Я, значит, получила сейчас 8 тысяч 80 рублей в январе месяце и 456 рублей 99 копеек, и получается в общем 8 537. Это что такое? – Пенсия у каждого индивидуальна. Она зависит от стажа и заработной платы, да, и от страховых взносов, которые уплачивались в пенсионный фонд. Понятие «минимальный размер пенсии» оно не существует. Но в том случае, если, то есть вот каждый человек зарабатывает, ну, заработал свою пенсию, да, она состоит из фиксированной выплаты, и она может там составлять 6 тысяч рублей, может 5 тысяч рублей составлять. То есть у каждого она индивидуальна. И вот у тех пенсионеров, у которых совокупный доход, что такое совокупный доход? Это пенсия, это коммунальные услуги, это получение ежемесячных денежных выплат, ну, или каких-то других еще помощи. Получение тех же, ну, проездных талонов, они тоже переводятся в денежный эквивалент. И вот у тех пенсионеров, у которых совокупный доход не достигает прожиточного минимума, который определяется субъектом на каждый год, вот на 2018 год этот прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 8 537 рублей. И в этом случае к пенсии производится федеральная социальная доплата. И те пенсионеры, которые, ну, получают, например, пенсию 6 тысяч, они получают лекарства в натуральном виде, то, соответственно, это все приплюсовывается. И поэтому у каждого вот эти выплаты, они индивидуальны. Спасибо большое, Евгения Бромберг, адвокат. Вот. Хочу спросить, Евгения, часто ли приходится в вашей работе сталкиваться с темой нарушения законодательства в трудовой сфере? Конечно, очень часто. И зачастую, наверное, предпосылки к этому, что граждане, то есть люди неправильно понимают общий характер трудовых отношений, что являются трудовыми. То есть если человек каждый день выходит на работу и считает, что у него есть именно трудовые взаимоотношения, но при этом не заключен непосредственно трудовой договор, то есть в лучшем случае заключен иной договор, а иногда бывает, что вообще, да, то есть нет вообще никаких документов, деньги не проходят по кассе, то есть даже не поступают на карточку, да, вот потом возникают проблемы, то есть спустя некоторое время, как это доказать? А люди, как правило, то есть понимают, что есть проблема, когда уже непосредственно проблема возникает, то есть когда уже работодатель фактически прекратил им там выплаты делать какие-то, да, Пытаются доказать, и очень часто к нам обращаются граждане по этому поводу. Но если получал зарплату в конверте, то вообще нет никаких вариантов? Очень сложно доказать, но теоретически это возможно. То есть есть административная ответственность за ненадлежащее оформление работодателям трудовых правоотношений. То есть тут нужно именно доказывать, что были трудовые правоотношения. Если, например, были хотя бы выплаты ежемесячно, либо в соответствии с законодательством, два раза за месяц, например, на карточку, но не было трудового договора, это уже хоть какое-то, скажем так, доказательство. Но вот, конечно, чем меньше документов, тем сложнее это доказать. Поэтому мы судимся, всячески пытаемся помочь защитить права граждан. Также помимо нас есть трудовая инспекция, в которую граждане могут обратиться. То есть она также занимается защитой прав. Но нужно сказать, что, конечно, как и в иных ситуациях, желательно изучать трудовой договор, настаивать на заключении трудового договора, если правоотношения носят именно трудовой характер, и защищать свои права изначально, а не только в ситуации, когда уже немножко поздно. Вы знаете, среди работников существует такая тенденция, они стесняются обратиться к своему работодателю за тем, чтобы получить экземпляр, свой экземпляр трудового договора. Какие-либо документы, приказ о том, что они поступили на работу. И в результате этого часто бывает так, что этого трудового договора нет вообще. И возникают вот такие вот последствия, как мы говорили. Поэтому не нужно стесняться. Они думают, что... А вдруг руководитель рассердится и ухудшение взаимоотношений приведет к каким-то... В таком случае они должны сопоставлять негативные последствия от того, что рассердится руководитель, и от того, что они не получат заработную плату, тем самым не смогут прокормить свои семьи. Поэтому я как бы рекомендую изначально действительно задумываться о том, чтобы хотя бы трудовые документы у человека были дома. Ну вот я в продолжении темы хочу привести несколько цифр. Идет речь о рейтинге востребованных сфер среди работодателей. Дело вот в чем. Я думаю, что самая востребованная сфера, как выясняется, это опять же приводит интернет-портал ваш, да, эти данные. Ну, во всяком случае, там я их нашел. В сфере продаж 38%, банки, инвестиции, лизинг 12,2%, строительство, недвижимость 1, почти 12%, начало карьеры, то есть и студенты, видимо, работающие студенты, 10,6%, и рабочий персонал 8% и так далее. Вот таким образом выглядит этот рейтинг. Мурат Владимирович, я знаю о том, что вы выступили автором законопроекта именно в той сфере, о которой сегодня мы ведем речь. Расскажите об этом законопроекте, что вы предлагаете, и почему, как родился этот документ? Это сфера государственной службы. Дело в том, что в государственной службе всех интересует, в первую очередь, профессионализм государственных служащих. И в обществе существует такая слабая, вернее, тенденция слабого доверия к различным конкурсным процедурам при назначении руководителей, на должность руководителей лиц. И главным критерием, часто, который бывает, это является превалирование такого аспекта личного доверия к назначаемому лицу, перед аспектом профессионализма. Этот баланс нужно сохранять. То есть человек, помимо того, что он имеет какие-то личные взаимоотношения, он должен быть еще профессионалом. Поэтому в любом случае необходима общественная оценка профессионализма того или иного чиновника категории руководителя, который поступает на государственную службу. Поэтому основным мотивом этой инициативы, основной сутью является то, что в каждом субъекте Российской Федерации существуют общественные палаты. В каждом муниципальном образовании существуют общественные палаты. В соответствии с инициативой предлагается ввести процедуру представления вновь назначаемых руководителей государственной и гражданской службы Краснодарского края и муниципальных служащих общественным палатам. То есть, как это выглядит технически. Назначается руководитель. И в течение трех дней информация о его назначении направляется в соответствующую общественную палату, которая определяет день той самой процедуры представления, которая будет не ранее, чем 30 дней после его назначения, и не позднее 45 дней. Когда муниципальный или государственный служащий категории руководителей приходит в общественную палату, он рассказывает свои биографические данные, какой-то трудовой путь и обязательно декларацию о том, как он видит проблемы в курируемой им отрасли, как он собирается их решать. Вторая часть этой процедуры представляет собой вопросы, которые задаются членами общественной палаты, а также приглашенными средствами массовой информации, для того, чтобы общество могло сформировать мнение о чиновнике на раннем этапе его деятельности и дать какую-то оценку. Здесь, на мой взгляд, органы государственной власти будут подходить к кадровой политике более осознанно и будут усиливать именно эту профессиональную составляющую при подборе кадров, поскольку впоследствии будут осознавать, что эти самые кадры будут проходить общественную такую оценку. На мой взгляд, это повысит доверие к власти со стороны народа и повысит профессионализм в среде государственных муниципальных служащих. Спасибо большое. Мы на эту тему разговора еще продолжим. Весьма любопытно. А я сейчас хочу сказать о том, что Рейса Николаевна дозвонилась к нам из города Обширонска. И мы слушаем вашу точку зрения, ваш вопрос, ваше предложение. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я из Обширонска. Хочу вам задать вопрос. Вот до 97-го года у меня мой трудовой стаж составляет 22 года и там несколько месяцев. Теперь в 97-м году у меня была трудовая увечья. Назначили группу. По второй группе. 10 лет я не работала. Теперь я, значит, вышла на работу. Зарплата у меня маленькая. Если считать по этим баллам, то как уже вот у меня пенсия. Как же я могу зарабатывать больше баллов? И почему мои вот эти 10 лет не вошли в пенсию? Ну, понимаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, он индивидуальный. Вы можете зарегистрироваться на портале государственных услуг и посмотреть количество баллов, которые вы заработали. Или запросить выписку из индивидуального лицевого счета, в котором будет четко показано, какой стаж у вас учтен, какая у вас заработная плата, какие страховые взносы и какое количество баллов у вас на сегодняшний день насчитано. Если у вас есть вопросы, вы считаете, что какой-то период вашей трудовой деятельности не учтен в стаж, то, соответственно, вам необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства, предоставив соответствующий документ, трудовую книжку. После 97-го года у нас уже на территории края действовала система персонифицированного учета. С 2001 года на территории всей России у нас с 97-го. То есть, если вы работали, то работодатель все эти страховые взносы выплачивал в пенсионный фонд. Если выплачивал, то, соответственно, этот стаж у вас будет учтен, он будет переведен в баллы. И, собственно говоря, более подробно можно уточнить в пенсионном фонде, либо зайти на портал пенсионного фонда и в свой личный кабинет и посмотреть, какое количество баллов и какой стаж вам учтен при назначении пенсии. Ну вот такая, может быть, в определенной степени конфликтная ситуация. Это, наверное, вы с этими вопросами часто сталкиваетесь, да? Сталкиваемся, да. Когда обращаются... Мы помогаем гражданам, как правило. То есть, вот действительно правильно сказали, что есть определенная процедура, даже досудебная. То есть, можно конфликт не обязательно регулировать его в суде. Мы помогаем правильно оформить в том числе вот эти обращения в пенсионный фонд, чтобы понять информацию, то есть, понять, какая есть ситуация. Потому что, ну, зачастую, там, иногда люди неправильно понимают, иногда, ну, безусловно, и пенсионный фонд неправильно как-то трактует или не учитывает там некоторые периоды. То есть, мы вот, как правило, обращаемся, соблюдаем досудебный порядок, но уже в случае, если там конфликт не разрешается, то, конечно, оставляем заявление, помогаем защищать интересы в суде. Насколько частые обращения по похожим вопросам в общественную палату? Есть такие? Конечно, бывают. Это одна из частых таких тем и по трудовым спорам, и по иным нарушениям прав работников. Как они разрешаются? Как вы помогаете? Общественная палата, как правило, дает какие-то консультации бесплатные работникам, советует им, как необходимо защищать свои права, направляет их в соответствующие службы, которые могут защитить их права, прокуратуру, трудовую инспекцию. Вот, в основном, такими способами. Спасибо большое. Я хотел бы затронуть коротко, еще несколько минут осталось у нас до конца этой части программы. С каким уровнем безработицы край завершил минувший год? Каковы там тенденции? Кто располагает такую информацию? Нет, видимо, да? Хорошо, тогда мы перейдем к следующей теме, но это произойдет сразу после блока рекламы. Это программа «Через край». Мы продолжаем. Ведем речь сегодня о нововведениях этого 2018 года. В частности, ведем речь об изменениях в трудовом законодательстве. Вот до рекламы прозвучал вопрос о том, с каким уровнем безработицы Краснодарский край завершил минувший год, 2017-й. Каковы тенденции? И на него сейчас готов ответить Олег Николаевич Журба, главный правовой инспектор, юрист Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов. Он присоединяется к нашей беседе. И Марина Ивановна Ефименко, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае. Здравствуйте, спасибо за то, что пришли к нам в студию. Итак, что касается уровня безработицы, как там выглядит ситуация? На 1 января этого года уровень регистрированной безработицы составил в крае, в принципе, 0,6%, что соответствовало уровню прошлого года, на начало прошлого года. Численность граждан, обратившихся за трудоустройством, составила 27 с небольшим тысяч человек. На 1 января 2017 года это было чуть больше 28 тысяч человек. Поэтому говорить о каком-либо росте не приходится. Скажите, пожалуйста, какие изменения в трудовом законодательстве, вернее сказать, в части защиты прав работников, какие произошли изменения? Пожалуйста, их прокомментируйте. Действительно, в конце 2017 года были внесены изменения в трудовой кодекс. Касаются эти изменения такого момента. Это федеральный закон от 31 декабря. Президент Российской Федерации подписал его. И он заключается в том, что по обращениям граждан, профессиональных союзов, возможны проведения внеплановых проверок, если, допустим, имеются признаки неформальной занятости. Раньше данного нюанса в трудовом кодексе не было. Хорошо. К Марине Ивановне вопрос. Сколько в прошлом году было обращений в трудовую инспекцию? И какой чаще всего характер этих обращений? На что жалуются? Ну, значит, у нас за 2017 год поступило 16 400 обращений граждан. Жалобы в основном поступают, конечно, первое место у нас будет занимать тема заработной платы. То есть задержки выплаты, задержка выплаты расчета. Ну, где-то у нас получается половина обращений приходится на долю заработной платы. Кому-то не в полном объеме. Но здесь, кстати, доля, очень большая доля, вот здесь уже вы говорили о серых зарплатах. То есть, соответственно, люди при увольнении не получают полностью расчет, потому что им выплачивается только белая заработная плата, которая оговорена условиями трудового договора. То есть они считают, что им не выплатили в полном объеме расчет, но при проверке выясняется, что зарплата выплачена в полном объеме. Все в соответствии с условиями трудового договора. Ну и, конечно, неоформленные отношения, опять же, трудовые отношения связаны именно с невыплатой заработной платы. То есть просто люди у нас не жалуются, если с ними не заключили трудовой договор. Жалуются, когда не заплатили заработную плату. Ну и, соответственно, при проверках, а сейчас, ну вот как уже представитель, да, у нас Олег Николаевич сказал, мы будем проводить внеплановые проверки. Статью 360 внесли дополнение. Хотя мы и прошлые годы, с 2014 года мы такие проверки проводили внеплановые по оформлению трудовых отношений. Но эти проверки были на основании поручения правительства. То есть сейчас мы можем уже без поручения правительства в соответствии с нормами кодекса. Судя по обращениям к вам, много ли должников, работодателей в регионе на сегодня? По заработной плате? Да. Ну у нас по официальным статистическим данным на сегодняшний день 4 должника по заработной плате. 4 всего. Да, 22 миллиона. Но это по официальным статистическим данным. То есть это те организации, которые отчитались в орган статистики. У нас есть часть работодателей, которые вообще не отчитываются в органы статистики. Ну то есть они не обязаны это делать. Ну и есть работодатели, которые обязаны это делать, но они не хотят выглядеть в таком нелицеприятном положении. И понимая, что они навлекают на себя пристальное внимание контролирующих органов. Но по нашим данным, ну если у нас по данным статистики 22 миллиона задолженность по заработной плате, то по... Это сумма по краю 22 миллиона. Да, да. По нашим данным не выплачено 141 миллион рублей заработной платы. Ну я так понимаю, что в последние годы цифра растаяла, как бы ситуация выпрямляется, да? Ну она в принципе держится более-менее ситуация, конечно. Но к сожалению долги есть, людям зарплату не погасили еще, не выплатили. И там бывают некоторые организации гасят, уходят от внимания надзорных органов. Некоторые появляются, те, которые испытывают какие-то трудности или есть просто мошенники. Ну то есть разные ситуации. У кого-то реально ситуация сложная сложилась, по независящим даже от них причинам. А есть, конечно, случаи, когда просто потом пропадают. А как, Марина Ивановна, как бы вы прокомментировали изменения в трудовом законодательстве вот с точки зрения инспекции труда? Инспекции труда, то есть у нас немножко, получается, добавили нам полномочий со стороны. То есть то, что касается проверок инспекции труда. Ну то, что касается нелегальных трудовых отношений. Как часто обращаются к профсоюзам? Как часто профсоюзы становятся защитниками прав работодателей? Довольно-таки часто обращаются в отраслевые профсоюзы, в краевое профобъединение. Соответственно, это также вопросы невыплаты зарплаты, это вопросы оформления гражданско-правых договоров вместо трудовых, либо вообще не оформления трудовых отношений. Но хочется отметить, что там, где есть профсоюзные организации, данных нарушений намного меньше. Их практически там нет, поскольку первичные профсоюзные организации, вышестоящие профсоюзные организации осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства на местах непосредственно работодателям. Я бы хотел рассказать об изменениях, которые произошли в пользу работодателей, а именно защищающих их как предпринимателей. Это изменения, которые касаются порядка проведения проверки трудового законодательства предпринимателей. Вводится так называемый риск-ориентированный подход. То есть все работатели подразделяются на группы в зависимости от условий введения труда на их предприятиях, на их объектах. Подразделяются на высокий риск, средний риск, низкий риск, там еще промежуточные какие-то показатели есть. И в зависимости от этого вводится частота проверок. Один раз в год, два раза в год. Один раз в два года, один раз в три. И когда у работодателя есть низкий риск, то проверки к нему не приходят вообще. То есть если вы наняли бухгалтер и сидите в офисе 10 квадратных метров, зачем вас проверять? То есть у вас нет потенциально таких опасных условий труда. Но вообще для того, чтобы риск определить, существует множество факторов. Это и как часто у вас были нарушения трудового законодательства. Прежде всего самое главное, это несчастные случаи на производстве. То есть если был смертельный несчастный случай в течение трех лет до определения степени риска предприятия, соответственно это предприятие априори попадает в высокую степень риска. То есть и оно, если не проверялось там в течение двух лет, то соответственно может быть запланировано. Тяжелые несчастные случаи, задержки выплаты заработной платы, наличие административных дел. Далее потом отрасль. Также у нас есть отрасли, которые имеют высокий коэффициент риска. Ну например, у нас промышленность. И то есть у нас есть предприятия, вот допустим у нас некоторые попали. Просто никаких у них несчастных случаев не было, допустим. Но это отрасль производства, никаких там задержек зарплат, административных дел. Это отрасль производства. Численность учитывается также. Если высокая численность, соответственно риск получения причинения какого-то вреда увеличивается. И они попали, допустим, в высокую категорию риска. Но это не значит, что их мы там, допустим, будем планировать и проверять. То есть они имеют право по итогам, ну то есть вот в течение, допустим, этого года заявить о снижении риска. То есть они на одну ступеньку снижаются. И каждый год, то есть если ничего не происходит, никаких там жалоб обоснованных, административных наказаний и несчастных случаев, то предприятие может опуститься до низкой категории риска. Мы затронули тему защиты прав работодателей, не только работников. А интересно, Марина, приходилось ли когда-либо защищать их права? Есть такие обращения в юридической практике? Конечно, есть такие обращения в том числе. То есть мы не только защищаем работников, защищаем и работодателей. От работников? Ну, наверное, грубо будет звучать, но формально да. Дело в том, что не всегда отношения именно как-то не урегулированы. То есть иногда работники, бывают такие редкие ситуации, злоупотребляют своими правами и начинают писать жалобы на работодателя. То есть может там какой-то личный конфликт произошел. Или, например, работник фактически не выполняет условия какие-то труда. То есть качество его работы не соответствует. И вместо того, чтобы как-то наладить данную ситуацию, конфликт не урегулируется. А начинаются жалобы в адрес работодателя. Это привлекается, опять-таки, трудовая инспекция. И, конечно, в данном случае мы тогда защищаем интересы работодателей. Марина Ивановна, вот я, готовясь к передаче, прочитал довольно весомый такой документ. Там, в частности, речь идет, ну, я хотел бы поговорить о небольших изменениях, но весьма важных. Речь идет и о выплате командировочных, там какие-то изменения. Это можете прокомментировать? А работа там сверхурочная, какие в этом плане? Ну, таких кардинальных изменений там может быть. Я сейчас не могу однозначно сказать, вот конкретно, да. Но то, что касается сверхурочных, статья 152. То есть изменения, трудовой кодекс в плане оплаты, я не... Хорошо. В практическом применении, вот какие документы, какие доказательства должен работник, опять же, работник представить, допустим, придя к вам, да, в трудовую инспекцию, чтобы доказать свои права? Доказательства никакие представлять не нужно. Достаточно написать обращение, письменное обращение в инспекцию, причем не просто там по электронному, в электронном виде, да. То есть сейчас, с 2017 года обращение в электронном виде мы не рассматриваем, если заявитель не авторизирован там на соответствующих ресурсах, то есть либо портал госуслуг, либо сервис онлайн-инспекция, там, где можно идентифицировать заявителя. То, соответственно, обращение должно быть надлежащим образом оформлено, написано, подписано, либо зарегистрировано на портале госуслуг, либо на онлайн-инспекции о сервисе. И в таком случае, то есть он может никаких документов не прикладывать, если он прикладывает доверенность, если он обращается в отношении муж-жены, или там мама-дочери, или коллеги, то есть права пытаются защитить, в этом случае они должны приложить доверенность, уполномачивающую их, осуществлять защиту интересов. А сам работник, если в отношении лично себя, просто заявление и все. Все остальные документы инспектор затребует у работодателя, либо оформит выездную проверку, выйдет на место, посмотрит и выяснит, есть ли нарушение прав работника. Спасибо. Любовь Ивановна дозвонилась. Мы сейчас выясним, из какого она города, района, и какой вопрос она хочет задать. Любовь Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что частный работодатель работает у частного работодателя, а в течение, допустим, 10 лет, а он зарплату они не повышают. Как вот, например, 14-15 тысяч дана, так и все. Вот, зарплата. Так, можно ли повлиять как-то на работодателя или нет? Насколько я понимаю, на работодателя сейчас влияет законодательство, где прописано, что он обязан в течение, не реже, чем один раз в год, повышать размер заработной платы. Так это? Кто покарантирует? Это так, и повышается в соответствии с инфляцией, существующей в конкретном субъекте Российской Федерации, вот в соответствующем году. Это, конечно, хорошо. Это защищает права работника, мотивирует его. Но вот вопрос, насколько это скажется на бюджете работодателя, насколько это скажется на отчисляемых социальных пенсионных, как бы отчислениях соответствующие фонды. Тут необходимо подумать все-таки о балансе между интересами работника и интересами работодателя. И сделать так, чтобы это не повлекло уход в тень, еще больше уход в тень существующих заработных плат. Может быть, одновременно с повышением заработной платы предусмотреть, но это уже на федеральном уровне, конечно, и снижение соответствующих пенсионных выплат, которые будут направляться в пенсионные социальные фонды. Ну, без этого трудно представить себе будущее такой нормы права. Ну, мы можем сейчас сказать Любовь Ивановне о том, что ее в данном случае юридически ее работодатель неправ, он нарушает, коли уж столько много лет. Ну, в данном случае вряд ли. А когда вступит в силу закон? Нет, он обязан, конечно, индексировать заработную плату, размер заработной платы, но индексирует он в соответствии с локальным нормативным актом, принятым в организации, да, и этим локальным актом он может предусмотреть любой порядок индексации, то есть и раз в три года, или там в пять лет. То есть законодательство четко не урегулировано, этот вопрос, поэтому, то есть муниципальные, там, бюджетные организации, они в соответствии с нормативными актами, там, правительства, да, либо главы, а работодатели, которые, в общем-то, занимаются частным бизнесом, они вправе своим локальным нормативным актом устанавливать индексацию. И вопрос, конечно, очень часто мы сталкиваемся, когда либо она не установлена, либо есть отраслевое соглашение, которое распространяет свое действие на данного работодателя. Отраслевым соглашением индексация предусмотрена, но не проводится. Конечно, если мы жалобы получаем, то принимаем меры, но вот Мурат Владимирович, в основном-то, он не только стоит на защите прав работников, но и работодателей, как представитель, собственно говоря, малого и среднего бизнеса. В этой сфере, в этой сфере, какие чаще всего в малом и среднем бизнесе, в каких направлениях там, и кто нарушает больше? Вы имеете в виду права работников? Да. Ну, права работников может нарушить любой работодатель, не только в сфере малого и среднего предпринимательства. Ну да, в основном, вот к нам, вот в опору России, были случаи обращения работников с просьбой защитить их от работодателей, которые не выплачивают заработную плату, фиксируют там минимальный размер заработной платы, там 7 тысяч рублей в трудовом договоре. И нам приходилось связываться в ручном режиме, разговаривать, просить работателей все-таки урегулировать конфликт мирным путем. В основном, это, конечно же, связано с невыплатой заработной платы. Уже на второй план отходят остальные какие-то нарушения трудовых прав. Что касается судебной практики, то были ли случаи, насколько они часты, когда работник выигрывал процесс у работодателя и таким образом отстаивал свои права? Я хотела бы сначала сказать, что, во-первых, существует несколько способов защиты прав работников непосредственно. То есть работник вправе как самостоятельно обратиться в суд при помощи юриста, то есть найти юриста, либо адвоката и пойти непосредственно в суд, так и обратиться в трудовую инспекцию, либо органы прокуратуры. Зачастую имеет смысл обратиться перед судебным урегулированием именно в данные органы, потому что, обращаясь в суд, нужно предоставлять определенные доказательства, которые работник не всегда имеет возможность получить самостоятельно. То есть именно доказывать, что действиями работодателя были незаконны, и причинили либо какой-то ущерб, либо невыполучена была заработная плата. Поэтому не всегда непосредственно мы обращаемся сразу в суд, иногда мы советуем обратиться в компетентный орган, чтобы компетентный орган дал по этому поводу либо заключение, какое-то о наличии в действиях работодателя нарушения, либо нет. Либо на основании этого заключения оно является доказательством впоследствии в суде. То есть на его основании можно уже доказывать какие-то факты установленные. Очень часто люди и обращались, и сейчас обращаются в суд, потому что зачастую какая-то даже есть неграмотность. Одно дело, если мы даже говорим о должностных лицах, которые занимают какие-то государственные или муниципальные должности, а есть граждане, которые искренне заблуждаются в течение, например, 5-7, даже 10 лет, что у них были трудовые правоотношения. То есть приходит, например, пожилая женщина к нам, которая, например, была уверена, что у нее есть трудовые отношения, что она работала уборщицей в определенной организации. А потом выясняется, что да, она ходила каждый день на работу, ей выплачивалось в конверте зарплата два раза в месяц. То есть так же, как иные работники, например, она ее получала незаконно. Но она не знала о том, что в принципе должен быть трудовой договор. То есть есть какая-то правовая неграмотность, к сожалению. И очень сложно доказать. Слава Богу, что есть компетентные органы, и органы прокуратуры очень часто помогают, то есть они производят проверки на основании обращения граждан. Трудовая инспекция тоже помогает в данном случае хоть как-то там собирать доказательства. Но мы тоже с своей стороны помогаем, пишем запросы в суд, что тоже может также требовать информацию в пользу граждан. Поэтому доказываем всеми средствами, стараемся защищать права. Спасибо. В программе «Через край» мы ведем речь об изменениях в трудовом законодательстве в 2018 году. И продолжим этот разговор после рекламы. Эта программа «Через край» мы продолжаем. И в этой части передачи к нам присоединились Андрей Юрьевич Розаренов, депутат Городской думы Краснодара, управляющий партнер группы компании «Дэдвайер-2», эксперт в сфере IT-технологий. Здравствуйте. Спасибо за визит. Иван Мандрик, правильно, шеф-повар, управляющий ресторан «Акварели». Вот шеф-поваров не было еще в этой студии, во всяком случае в мою бытность. Очень приятно. Здравствуйте и спасибо за то, что пришли. Давайте поговорим о профессиях будущего. Какие профессии выходят на первый план сейчас с изменением, с внедрением новых технологий? Вот читаешь и, в общем-то, с трудом произносишь вообще. А какие профессии выходят на первый план, какие бы вы могли назвать сейчас? Ко мне, да, вопрос? Именно к вам. Спасибо. Информационные технологии, вообще как бы в целом компьютерные технологии, начиная там с истории своего развития, всегда уходили в какие-то ниши постоянно, постоянно в ниши, 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 какие-то направления и так далее. В том числе, например, когда-то была просто разработка веб-сайта, это было когда-то название там «вебмастер», человек который. Сегодня это UX-дизайнер, сегодня это фронт-энд-разработчик, фронт-энд-разработчики пишут на различных так называемых фреймворках. Есть и HP-разработчики, дот-энд-разработчики и так далее. Так вот, на веб-разработке, на сейчас основную, такую передовую линию спроса, по крайней мере на территории города Краснодарского края, это, конечно, и UX-разработчики, и фронт-энд-разработчики. Те люди, которые делают то, что мы видим в интернете. Так хочется сказать, давайте в студии не выражаться. Ну, современный язык, заимствованные термины из зарубежного лексикона, конечно же, создают определенные сложности в коммуникациях с людьми, которые работают уже в привычных традиционных сферах деятельности. Но мы ведем образовательный процесс, в том числе, параллельно нашей основной деятельности. Ну, вот что касается деятельности Ивана, нашего гостя, то, насколько я понимаю, и в кулинарной сфере появляются новые профессии, и новые какие-то направления. Как там выглядят в вашей истории? Профессии новые, наверное, не появляются. Просто все как-то усложняется. Либо раньше, если это был просто повар, который был готовить несколько блюд, сейчас это должен быть повар шоумен, или повар, который работает на профессиональном, крутом оборудовании, который, как бы, многие функции могут выполнять уже даже за повара, а повар должен их контролировать. То есть здесь тоже, как бы, связано с новыми технологиями, и обработкой мяса, приготовлением рыбы, там, и всякое. То есть повар сейчас уже не просто человек, который, там, сковородка и нож. Сейчас уже умное оборудование, и многие-многие разные другие технологии. Инженер-оператор приготовительной печи третьего разряда, первого-второго. Здесь сейчас уже не только одна печь, а сейчас есть печи, которые программируются, и они, можно сказать, готовят даже лучше, чем лучшая шеф-повара. Повар-программист? Да, наверное, так же. Прекрасный симбиоз, может быть. А с вашей, какие вы приведете новые профессии, которые появились в последнее время сейчас? Можно я? Я? Вы, ну, да, да. Нет, я бы хотела уточнить этот момент. Мы не можем говорить, да, о кардинально появившихся каких-то новых профессиях. Вот, как уже сказал Иван, мы как раз-таки говорим о том, что те профессии, которые существуют у нас сейчас на рынке труда, они вынуждены дополнять, каждый профессионал вынужден дополнять свою работу как бы новыми опциями, да. То есть, если появилась эта печь для приготовления, там, суперблюд, ты должен уметь с нею обращаться. Соответственно, есть люди, которые придумали эту печь. Опять же, нужен будет тот человек, который ее не только обслужит и будет готовить на ней, но и сможет ее перепрограммировать. То есть, если мы сейчас вот говорим именно о профессиях будущего, мы должны понимать, что мы живем там вверх всеобщей глобальной компьютеризации, мы должны подстраиваться под реалии современного мира. и роботизация, это же самое, от нее никуда не деться. Но опять же, робот никогда, допустим, не сможет заменить человека на всех уровнях. Есть такие профессии, которые предполагают именно межличностную коммуникацию человека с человеком. И живое общение, оно не уйдет никуда. Никакой робот не может, не сможет понять там ваши отношения, вашу реакцию. Может быть, сможет, но не на том уровне, как это сделает человек с человеком, да. Поэтому мы можем говорить о том, что любая из сфер, любая из профессиональных областей, которые мы видим на рынке труда сейчас, да, в какой-то момент времени она перестанет существовать в виде, в котором существует сейчас. Но она не уйдет совсем, она лишь будет подстраиваться под реалии современного мира. Давайте коснемся темы информационной безопасности. Смотрите, приобретая какой-то товар, какую-то услугу, все чаще и чаще, мы даем о себе полные данные, кто мы, что мы, и паспорт, и все остальное. Вот это опасно или есть кто-то, кто за этой безопасностью следит? Ну, конечно, сейчас сервисы, интернет-сервисы различные, они собирают большое количество персональных данных. Вот, необходимо уже собственнику и держателю персональных данных нам, как субъектов, участвующие вообще в любом информационном пространстве, быть внимательными и обязательно обращать внимание на то, куда, на какие ресурсы, где мы оставляем свои данные. Конечно, это могут быть такие различные специально сделанные странички, на которых пользователи оставляют свои данные, злоумышленники могут пользоваться его карточками. Но это довольно один из самых распространенных способов получения доступа, может быть, к каким-то платежным реквизитам, к каким-то карточкам. Вот, поэтому для того, чтобы гарантировать, ну, либо там, около гарантийные какие-то там условия выполнять своей личной компьютерной безопасности сети интернет, безусловно, нужно быть внимательным и, ну, хотя бы какие-то основы нужно будет с ними ознакомиться. Если в планах есть видение того, что ваша деятельность будет как-то переходить на рельсы уже информационного пространства. Ну, есть законодательство о персональных данных. Я бы хотел сказать все-таки о некоторых негативных сторонах, когда вы оставляете свои какие-то данные, электронную почту, номер телефона. Где-то это просто вас, вам будут присылать очень часто какие-то рекламные рассылки на вашу электронную почту, засорять вам ее будут. Или могут вам звонить с рекламными предложениями. Вот такие, такого рода неудобства наиболее чаще встречаются. И не более. Нет, ну, встречаются, конечно, и мошенничества, связанные с хищением денежных средств, с телефонов, с карт, но чаще всего это вот такие мелкие неприятности. Ну, конечно же, необходимо более внимательно относиться к тому, что ты, какие данные о себе оставляешь, на каких ресурсах. Элементарно, допустим, получив доступ к электронной почте пользователя, зачастую, как показывает статистика, можно получить доступ одновременно и к профилям социальной сети. Если пользователь пользуется кошельками криптовалют, сейчас современных средств по расчетам интернет-сервисов, то иногда бывает такая вероятность, что можно получить доступ к этому кошельку, и в том числе и получить доступ к тем деньгам, виртуальным криптоденьгам, которые там находятся. То есть, опять же, главное условие того, чтобы снизить вероятность своего взлома в сети интернет почти к нулю, это максимально педантично относиться к тем местам, которые вы посещаете в сети интернет, знать основы компьютерной безопасности и внимательно распоряжаться своими персональными данными. Вот что касается гаджетов, есть же там специальные какие-то системы защиты, которыми необходимо пользоваться. Вы какими пользуетесь? Системами защиты антивирусники. Например, я покупаю антивирусник Касперского, который где-то на год рассчитан, устанавливаю его, и он вылавливает, я надеюсь, вылавливает все вирусы и защищает мой компьютер от вот этих вот проникновений несанкционированных. Но все же, все равно стараюсь не проходить на сомнительные какие-то сайты или открывать сомнительную электронную почту от неизвестных отправителей. Ну это мы так вот коснулись профессии будущего, информационной безопасности. Все же, в завершение программы я хотел бы вам предложить высказаться по обсуждаемой теме, по изменениям, собственно, в трудовом законодательстве, о котором мы сегодня вели речь. Но при этом Андрей Юрьевич в студии не присутствовал. Какова ваша точка зрения по поводу изменений в трудовом законодательстве? Какие бы вы выбрали и выделили изменения, я имею в виду, которые наступили вот в этом 2018 году? Что для вас здесь наиболее важно? Вы знаете, я, честно говоря, не особо пристально и внимательно наблюдал за динамикой изменения трудового кодекса. Но, на мой взгляд, основная тенденция, к чему должно идти развитие вообще законодательства, как таковое, упрощение каких-либо вообще форм взаимодействия документарного взаимодействия, бюрократического взаимодействия между сотрудником и работодателем, и контрольно-надзорным органом. То есть, если какие-то инструменты у нас появляются, если у нас коммуникация упрощается, либо это дело ускоряется на каким-то образом, то это очередная эволюционная веха в развитии трудовых взаимоотношений в нашей стране. Иван, что вы думаете по этому поводу? Я даже не знаю, что сказать по этому поводу, я тоже не так внимательно слушал. Но, на самом деле, насчет трудового кодекса у меня как бы нет никаких замечаний. Работаете в рамках? Нет, мы всегда работаем в рамках. У нас крупный бизнес и большой ресторан, и достаточно известный. Мы всегда являемся в рамках трудового кодекса. Зарплату мы выплачиваем всегда вовремя. В отпуск отправляем тоже. Больничные выплачиваем. Все выполняем по всем законодательным данным. Ну и хотел бы обратиться к Алене. Вы как представитель портала, который оказывает услуги и при трудоустройстве. Но я так понимаю, что и не только. Наверное, и юридические в том числе. Нет? Нет, к сожалению, нет на данном этапе. У нас нет каких-то функций, которые бы контролировали именно трудоустройство. Возможно, в будущем это и потребуется. И будут какие-то шаги сделаны в этом направлении. Но пока нет. То есть наша деятельность именно основана на том, чтобы облегчить как соискателю, так и работодателю. Можно сказать, сделать так, чтобы они встретились на одной площадке, нашли друг друга. Но юридически как-то никаких гарантий мы не можем дать, как соискателю. То есть они уже взаимодействуют без нас. Мы лишь способствуем их встрече, так сказать. Все остальное – это уже их личное дело. Спасибо за участие в передаче. Сегодня мы обсудили нововведения в основном в трудовом законодательстве. Знаете, думается, вот о чем. Пусть они наступают. Самое главное, чтобы они были во благо и работнику, и работодателю, и в конечном итоге во благо общества, во благо развития, во благо экономики и так далее. Спасибо за участие в передаче. Я желаю вам успехов в эту студию. Чтобы подвести краткий итог, мы вернемся сразу после блока рекламы. Для вас важны изменения в трудовом законодательстве. Спросили мы у зрителей прямого эфира и у посетителей нашего сайта kuban24.tv. И вот, как ответила наша телевизионная интернет-аудитория. 57% ответили – да, надо знать свои права. 9% – нет, все зависит от работодателя. 35% считают, что им все равно. Главное, чтобы зарплату не задерживали. Сегодня мы вели речь о некоторых нововведениях в российском законодательстве, вступившем в силу в новом году. Их на самом деле гораздо больше, и они касаются многих сер, поэтому к теме этой kuban24 будет обязательно возвращаться еще не раз. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok